всем привет и сегодня с вами опять аленка кто же еще вот ребята сегодня я попал как путнее оделась пошла на работу на остановку зашла еще в магазин лак для волос купила маркушка весь по вы повылил себе на волосы пришла на остановку сижу автобуса нет 45 минут автобуса нет пришла какая-то тетя и говорит сегодня автобусы что ли не ходят я 10 минут на стороне остановки прождала а потом пошла цуфу с пешком магазин я смотрю точно никакой автобус не обратно не вперед и назад никакие вообще автобусы не ходят сидим нет она на работу я же девушка ответственная проходит какой-то мужик с папкой говорит не ждите автобусы сегодня не ходят у них забастовка вы представляете оказывается люди пришли на работу автобусники поезда но все я горит такая проблема вообще и поезда какие-то не ходят и автобусы и вплоть до того что даже говорит самолетами летают какая-то забастовка они утром пришли вчера если вы знали они бы у них там компьютер такой есть в автобусе они бы нам сообщили да что как вы будете добираться до работы и сейчас перезвонила всех нашла девчонок в одноклассниках своих работниц сообщила им ну но не на чем абсолютно приехать ни поезда ни автобуса никто ничего не ходит и именно на нашей земле не знаю как на какой земле а именно на нашей земле вот такая забастовка костя уже и шехляйтеру позвонил и позвонил значит хер эльки всем поперезвонил никто не отвечает а я на работу не попадаю и хоть бы какая-нибудь машина аня уже позвонила в такси такси 75 евро недороговато ли на работу ездить за 75 евро и вот такой у меня первый раз в жизни казус и казус конкретный я пришла домой селась на кресло начала читать искать в одноклассниках девчонок знакомых которые с которыми я познакомилась они с батл дусло нашла двух ир сообщила им переговорила с одной из ирочек говорю ира так и так я не попадаю на работу нагрет а муж сегодня утром сказал по всему радио три звонят что сегодня забастовка и проблемы были и с учителями и с учениками и вообще с доставкой людей на работу вот такая сегодня у нас петрушка на нашем на нашей земле и вот аленка первый раз жизни не пришла на работу не по собственной воле и вот сейчас выпила уже валерьянки уже по моему будут пить и корвалол вот так все у меня это все раздраконило все это меня так растревожило что я первый раз в жизни ладно там болею ладно там туплю да ладно там еще что-то здоровая нормальная баба адекватная сегодня у нас сокращенный день шесть часов рабочий всего и я не могу эти шесть часов отработать потом меня ирочка успокоила говорит алена что ты переживаешь я всем скажу что ты не по собственной вине что ты не можешь ни на чем абсолютно приехать и отработаешь у нас скоро день воссоединение германии в субботу будем работать отработаешь ты свои эти же несчастные шесть часов это даже не 8 а 6 часов несчастные отработаешь не волнуйся не переживай и вот валерьяночка уже потихоньку действует но внутри входит все ходу но это даст из катастрофы на вообще ужас 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 что творится видимо с этими тикетами потому что я вчера видела как автобусники выбивали эти билеты ничего не понимая как люди толкали эти всякие тикеты еще свои прошедшие и возмущались и я еле попала на работу половина конечно автобусных остановок вообще пустых вечером я доехала с шиком за 20 минут потому что там ехать то нечего если бы на остановках не останавливаться там ехать 20 минут езды нормальный а на машине еще и меньше 15 да вот и я это конечно все заметила всю нервозность и все 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 эту обстановочку сейчас саша приехал время уже пол третьего саша ездил у нас за белым мясом куриным и вот надо было же бы и саше уехать за этим куриным мясом 140 километров под гонофер была бы машина саша меня на работу спокойненько без всяких нервов и саша за мясом поехал сами же его отправили и и вот так вот такое стечение обстоятельств и машин нету ну вот купил мне значит сейчас я вам покажу время пол третьего я еще готова на работу даже на три часа вот дуреха такая до того вот мы вот знаете папка корчагин в юбке уже успокойся уже кости дозвонился до хера эльки тот сказал хорошо я буду иметь в виду значит он уже в курсе до что фрау горит так нервничает на работу попасть не может никак и был бы я поближе может быть ее довез но никак ничего не получается может посидеть дома не нервничать ничего а елена нервишки то если их зацепить они уже идут своим ходом пароходом их уже не остановить да ну ладно сейчас чайку успокаивающего камиллу выпью может поможет да начну с тряпать пирожки сейчас покажу вам какое мясо и по какой цене саша нам купил это все вот такие ножки мне купил я уже пачками не покупаю вот видите 404 за шесть ножек здесь у нас 374 за эти ножки потом вот белое мясо два пакета купил уже по 16 сейчас я его разделю по этим по пакетикам где мой ножик сейчас я разделю по пакетикам покажу вам какие грудки шикарные одной грудки достаточно на семью хоть что да вот всего вам понаставила вот такие шикарные грудки а мягкие жарятся прекрасно тушатся 15 минут грудка готова но 20 но в подливе там сколько еще вы потушите да и замечательные грудки а 16 евро пакет два килограмма по моему здесь и побегали купил мы завтра в гостике и вот они любят печеночка сколько там все смотрите аэро 57 уже было по 99 центов вся значит наложено побольше по моему и пупочки ира 38 или сколько то но вот такие вот цены и хочу показать вам сразу тут же свою капустку посмотрите какая она у меня красотка запах какой красота какая я вчера ее перемешала пришла с работу попробовала очень вкусненькая до хрустит на зубах такая прямо но не твердая а я не побегали возьму ее с собой вот и вот так я вам уже показываю и хвастаюсь всем подряд ой никак не могу успокоиться сейчас поставила уже тесто сейчас покажу поставила уже тесто и тесто вылазит посмотрите прямо в термомиксе смотрите термомикс уже какой полный термомикс теста на пирожки и вот время без 15 3 сейчас начну уже стряпать пирожки вот так все уже тогда идет раз уж не получилось на работу буду дома работать яйца отваривала вот сделала с луком и яйцом будет и с картошкой и луком пережаренным вот такие у меня будут пирожочки сейчас я уже начну стряпать это у меня стало тесто расходиться на пирожках попробую нынче с мукой это все сделать вот так маленько подкручиваю тесто должно быть какое воздушное не сидеть же мне теперь плакать да не так уже давление поднялось висках тюкает как бы я сама себе знаете какой нибудь инфарктный не нахерачила вот дуреха так дуреха господи его как за работу трясусь боженька ты видела дуру таких как я не видела еще честное слово сильно мне взбивать его не надо я люблю пирожки пышные не тонкие тонюсенькие пышненькие пирожочки сейчас мы будем с вами уже стряпать золочу термомикс и вот так раскладываю по пакетикам где два пакетика знаете на плов на большой гуляш где по пакетику по одной сушке до всего раскладываю где по 2 и вот так по три по четыре ножки на суп ребятишкам варить четыре пакета получилось на суп сейчас разложим и будем стряпать пирожки начинаем стряпать пирожочки пирожки сделаем варить варить Субтитры подогнал «Симон» И вот, мне кажется, что я правильно это понимаю. Не знаю, как тут в Германии эта железная дорога функционирует. Но вроде как не дураки, да, понимаем, что к чему, почему. У нас-то железная дорога вообще была шип-модерн. Там такие поезда ходили, там все такое было. А тут-то три вагона бегает в два ряда. Так, ну вот, мы сделали пирожки. Вот такие пирожки у нас будут с луком и яйцом. Оставлю я пока лук и яйца. Надо немножко сделать детям с картошкой еще. И будем делать с картофелем еще. Чуть-чуть поменьше сделаю. Да. Жизнь что-то стала интересной в Германии. Да, о дури. Что творится? Никому ничего не надо. Там неправды не добьешься, ни кривды, ничего. Везде ложь, обман. У зубного врача обман. Ну, как Анютка сейчас тоже хочет зубы делать. Там, мне кажется, такой обман, там такая ложь у этих врачей. Я говорю, одна сделала зуба за 74 евро, другой за 174, да? Это что за расценки такие? Это приват. Да какая мне разница, приват. Есть какой-то газет, есть какое-то что-то. Так, в Варенцбурге не приват, а нет вообще. И что дальше? А АУКА на что, ну, куда смотрит? АУКА как? Как это все проплачивает, выплачивает, все это делает? Зачем мы в АУКА отслюниваем такие бабки? Почему мы должны зубы делать? Непонятно как и что, и за какие цены. Ой, правильно говорят. Такой сигарет. По старости от России поедем. Дети, если хотят, пусть остаются. А мы, наверное, рванем в какой-нибудь домик, в деревне купим. И будем коровам хвосты крутить. Ну, естественно, не коровам. А так. Пиво через соломинку попивать, если на пиво хватит денег. Страшное дело. В России то же самое, но все равно. Как-то там свое, да? На своем языке где-то что-то, кого-то, чего-то. Тут вот вчера разговаривала со знакомыми на работе. Тоже работают месяц всего. Говорит, господи, как страшно. Они с Украины. Оказывается, есть у нас украинцы на работе. Они с Украины, говорит. Никогда не думали, что Германия такая страна. Мы думали, там такие евро получают люди за что-то. Ой-ой-ой, большие деньги. А когда, говорит, получишь эти деньги, дашь за квартиру, за все, за все, говорит. А уже денежек-то и нету, говорит. И жить не на что. Я говорю, а вы как думали? Я говорю, здесь только так. Это кажется, что евро такие большие у нас. Ой-ой-ой. Переведешь на русский, так вообще чуть ли не миллионер, да? А в Германии-то это пшик. Ничего. Абсолютно ничего. Знаю, что дальше будет. Как дальше будет жить там? Что-то у меня уже я отложилась. Хочу все сделать, чтобы они еще подошли, попашнее тесто подошло. Потому что не сильно долго у меня стояло. Потому что еще попашнее будут пирожки. Что дальше будет? Как дальше будет жить? Ничего не понятно. Смотрю у блогершов. Все возмущаются. Все возмущаются. И в магазинах обманывают. Чеки мы, конечно, уже смотрим. Ой, приехал наш студент с класса инфаркта. Загоревший. Краснючий. Устав. Конечно. Оголодал. Пойдет у меня. Кормили. Ничего кормили. Парень наш. Вот видите, что. Как я вовремя пирожки затею. Сейчас. Ванну на отмочку. Подтябраться в три часа. Парикмахер какой-то. Маркушка заказал. Прям на дом придет. Парни модные. Блатные. И. Все у них будет. Ой. Ну, короче. Значит, говоришь, отдохнул, Маркушка. Ну, не плавал. Ничего не заставляли. Ну, а он плавал. Ммм. Ой. Игорь. Ну, ты шеица. Это шеица. Эй. Канки вам души? Нет. Парни души? Нет. И штек, что гима души, дега. Нет, я еще цвоба. Сейчас с сыном пообщаемся. Расскажет, что почем. Пирожков поедим. Может, успокоюсь маленько. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я сегодня попала. Еще вчера вам. Правда, не зря нервничала вчера. С этим тикетом. Недельным. Да, со всеми этими тикетами. Никто ничего не знает. Вы представляете? Так страну запустить. Никто ничем не управляет. На самотек пустить страну. Но газ нам не нужен. Это нам не нужно. Всем раскидываемся. Все раскидываем. А страна идет в запущение прямой наводкой. Как тот поезд в тоннель, так и страна взяла направление рихтунг. Туда же. Туда же. Лучшего, по-моему, ничего у нас уже не будет. Ой, Максимка приехал. Лицо красное. Ну-ка, включи свет, так не видать. Лицо красное, прекрасное. Щеки красные, руки загоревшие. Похлеще, чем в Бибионе был, да? Вот это да. Вот это поездка. Ну, понравилось. Пойдет. В палатках спали. Не замерзали ночью. Эду. Замерзали. Конечно. Надо было одеяльце взять еще. Так на полу, что ли, прям спали? Или на каких-то раскладушках. Маленькие кроватки такие были. Раскладушечки, типа. Боженька ты мой. Холодно было ночью. А ты в одной кофточке хорошо без рукавочку взял. Мих спал. Угу. Вот видишь, что? Говорила, возьми маленькое одеяльце. Ну, что мы, парни гордые. Ну, если что, в туалете переспим. А в туалете тепло было? Да, всегда. Можно было в туалете спать. В шлапно сапки. Ну, ладно. Давай, все. Пирожки готовы. Иди, бери. Ешь. Максим, морковки давай, тебе два. Не представляешь, какой там замерзали. Да ты что? Прям аж трясло. Офигеть холодно. Все? Конечно. И никто одеял не взял. Она же сказала, одеяло дам вам. У меня вот тут вот, это вот так вот было. Вот так вот. Она же сказала, я вам, если что, одеяло дам. У меня уже были. Я все. Почти. Так, пошли пирожки с картошкой. Да, тесто сегодня обалденное на пирожках. Видите, что? Не везет. Меня в смерти, как говорится, повезет в любви. Где-то не повезло, а где-то прям... Ох, блин, на пол четвертого. Люди мои работают. А я переживательные не работаю. Пирожки стряпаем. Катастрофа. Все сразу засунули. Что будет, то будет. Тесто немного. Или пирожки просто большие у меня получились. Раньше как-то побольше получалось пирожков. А тут что-то к нам. Все впритык, все впритык. Ладно. Что есть, то есть. Хватит червяка нам заморить. С охоточки. Вот так накрываю. Посуда яйца пригождается. Как поддон под пирожки. Все, выключаем. Больше пирожков нема. Сколько есть, столько есть. Ребятишки уже пробу снимают. Мама, первый раз в жизни такие пирожки у тебя получились. Ответьте, что? Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, называется. Потерялась сегодня в работе. Нашлась сегодня в пирожках. Да, главное, не думала, не гадала. Заведу-ка я тесто. Вдруг что получится. Уже давно-давно пирожки не делала. Никак они у меня не склеивались. А тут ровненькие. Прям вот такие славненькие. Ладушки-сладушки получаются. Так что, мои хорошие, будем отмывать сына. Кушать пирожки и наслаждаться выходными. Чего и вам желают. Чтоб хорошо, тихонько, спокойненько или бурненько, кто как желает, Чтоб у вас прошли эти выходные. Побольше встречайтесь. Побольше улыбайтесь. Побольше общайтесь. Если не с кем, пишите мне. Я всегда с вами поговорю. Даже в сообщениях, даже в комментариях. Буду писать, отвечать. Есть желание, пишите. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok